Город — это текст. И у каждого города есть свой писатель. У Дублина — Джойс, у Парижа — Бальзак, у Питера — Гоголь. А кто из авторов написал поэму Москвы? Именно город — истинная стихия Михаила Булгакова. Городские переулки, дома, даже провода, между которыми ныряет летящая на щётки Маргарита. Сегодня мы прочитаем текст Булгакова «В камне» и отправимся по следам его мастера и Маргариты. Что сохранилось ещё от текста автора на улицах Москвы? Чем жил город во времена Булгакова? И как существовали его герои? Ну что же, Ась, я предлагаю начать нашу прогулку с того места, которое больше всего связано с романом «Мастер Маргарита». И по-хорошему именно эту квартиру постоянно вспоминают, когда говорят об этом романе. Это нехорошая квартира, то место, где поселился Волон. И самое интересное, что в этом месте жил и сам Михаил Афанасьевич Булгаков. Жил недолго, всего лишь с 21 по 24 год. Но именно тут, по какой-то причине, этот автор, который на самом деле всё время очень трепетно относился к дому. Булгаков вообще всегда любил свою семью. Ты вспомни, как он, например, описывает дом на Андреевском спуске в Киеве, куда он селит своих турбинных. И с какой любовью там выписано всё, все детали, вплоть до печки. А вот тут, в этом доме он взял и поселил Воланда. Вот вообще были ли когда-нибудь в литературе такие ситуации, что кто-то из авторов селил прям к себе домой? Вот нечистую силу. Вот знаешь, в этом смысле я хочу вспомнить такой феномен литературе веческий, как нехорошая квартира или нехороший дом, потому что это очень богатая литературная традиция. И мне сразу вспоминается последняя повесть Михаила Лермонтова, которую он не закончил. Это повесть Штос о различных привидениях, которые живут также в одной квартире. Там о чём? Там художнику Лугину. Слышится постоянно голос. Дом титулярного советника Штоса, квартира номер 27. Ему во что бы то ни стало, нужно отыскать эту квартиру. Он отыскивает этот дом, селится в эту квартиру, хотя люди предупреждают, что эта квартира нехорошая, мол, нельзя туда селиться, но всё-таки это происходит. И там с портрета сходит какой-то страшный старик, предлагает ему сыграть в карточную игру Штос. Ну, в общем, протворачиваются жуткие события, ничем хорошим это не заканчивается. Если мы ещё вспомним какую-то традицию нехороших домов в мировой литературе, ну, наверное, Гоффман в этом плане интересный автор, а Гоффмана любил у нас Булгаков, наверняка знаешь, конечно же. И вот у Гоффмана есть новелла «Пустой дом». Там герой идёт по центру города и видит, как из окна торчит такая женская рука. Ну, ему, конечно же, нужно узнать, что же там происходит. Вот он и разбирается во всей этой истории. И если что-то вспомнить более современное, мне на ум приходит американский прозаик Айра Левин и его роман «Ребёнок Розмари». Там молодая женщина вместе с мужем заселяется в такой многоквартирный огромный дом в центре Манхэттена, недалеко от центрального парка. Ну, и там и мессы сатанинские, и по стенам развешанной репродукции шаба-шабои. В общем, всё очень плохо. И тут же что для нас важно, что каждый из этих авторов, и Лермонтов, и Левин, и Булгаков, и Гоффман, они сужают пространство до квартиры, а иногда даже до комнаты. И там у нас уже начинают разворачиваться различные инфернальные нехорошие события. Ну, вот как-то так, да. А ещё здесь можно вспомнить Бальзака. Помнишь же его новеллу, например, «Неведомый шедевр»? Да. И вот «Неведомый шедевр», где происходит действие, это на самом деле та студия, где в определённый момент Пабло Пикассо спишет свою гернику. Это вообще одно и то же место. Но вот с этим домом действительно есть много всего интересного. Во-первых, Булгаков очень любил курить, и ему безумно нравился табачный дым. И символично, что когда он буквально по шпалам пришёл в Москву, потому что денег на билет у него нифига не было, это 21-й год, идёт ещё гражданская война, Булгаков, ну, факт, он и так всегда был без денег, а тут у него, ну, совсем прям ничего не было. Вот по шпалам он пришёл в Москву, еле-еле кое-как, только при помощи Крупской, получил прописку вот в этом доме. А дом-то на самом деле был легендарный, потому что это дом промышленного фабриканта Пегита. А Пегит был главой табачной фабрики «Дукат». Что делала табачная фабрика «Дукат»? Табачная фабрика «Дукат» производила самые хреновые сигареты. Вот прям самое дно, знаешь, из серии «Беломорканал», «Прима», вот примерно их, но только под другим названием. Он на этом сколотил огромное состояние, и изначально здесь он хотел построить табачную фабрику. Но ему не дали, потому что прям за этим домом, в той стране, находилась церковь Святого Ермолая. А курение – дело небогоугодное. И сказали ему, Пегит, пошел ты, не будет тебе здесь никакой табачной фабрики. Пегит не расстроился и подумал, построю доходный дом. Самое выгодное средство вложения денег для 19-го и начала 20-го века. Этим занималось огромное количество меценатов, строили за свои деньги дом, а потом по этажам сдавали его в аренду. Каждый город – это текст. Удивительный, ни на что не похожий. И каждому из этих текстов нужен свой подход. Этим летом мне удалось побывать в городе художников Убуди на Бали. Обязательно расскажу вам про это место. А кроме того, еще и посетить столицу Малайзии – Куала-Лумпур. И вот Куала-Лумпур – это город, который открывается ночью. Это вылитый Найт-Сити из киберпанка. Поверьте, ни с чем не сравнимое зрелище. Как говорил Луи Фердинанд Селин, путешествовать полезно. Путешествие заставляет работать наше воображение, а все остальное – это разочарование и усталость. Я обожаю путешествовать. Дорога заряжает меня энергией, дает мне сил. Но любое планирование путешествия сопряжено с определенными проблемами. Поиск авиабилетов, бронирование гостиниц, продумывание маршрута – это все, что отнимает много времени и сил. Поэтому в тот момент, когда я планировал свое путешествие, я воспользовался приложением «Купи билет». Во-первых, это один из крупнейших сервисов, который умеет выстраивать сложные маршруты с разным количеством пересадок по максимально демократичным ценам и с оптимальным временем стыковки. Во-вторых, планы могут поменяться, и благодаря «Купи билет» невозвратных билетов больше нет. Достаточно оформить дополнительную услугу «Купи билет. Возврат». В-третьих, в приложении действует бонусная программа, а это всегда приятно. Можно копить баллы за покупки и оплачивать ими до 40% стоимости билета. В-четвертых, через приложение можно бронировать и гостиницы, что особенно актуально в связи с уходом с рынка сервисов аренды. А еще в приложении можно смотреть сториз с обзором интересных мест и советами для путешественников. Ну а еще действует очень приятная плюшка — это функция автозаполнения. Достаточно один раз ввести данные своих документов, и больше этого делать не потребуется. Путешествуй! Открывай для себя новые места. Помни, что впечатления — это главный капитал нашей жизни, но а получить их поможет «Купи билет». А еще по нашему промокоду ПАНКМОНК вы получите 500 бонусных рублей за первый заказ в приложении. Ссылка будет в описании. Ну а мы возвращаемся к Булгакову. И здесь на самом деле находилось огромное количество вообще вещей, связанных с богемой. Здесь, например, вот там, в студии художников, находились объединения «Бубновый валет». наше первое авангардистское и самое мощное объединение. Здесь постоянно бывал, например, Алексей Толстой. Здесь один из братьев Рябушинских стрелялся. Это главные миллионеры, спонсоры, вообще меценаты всего русского серебряного века. Вот один из братьев, миллионеров, стрелялся здесь после несчастной любви. У него не получилось. Он пошел на фронт. Ну и на фронте его не убили. Поэтому в итоге покончить с собой ему так и не удалось. Но самое прикольное, что этот дом был на самом деле целым социальным экспериментом. Пегит был человеком очень интересным. И он решил, что вообще я из этого дома сделаю что-нибудь особенное. Поэтому он так распределил квартиры, что в одном месте располагались квартиры для профессуры, для актеров, для известных людей. В этой части находились общежития для студентов творческих вузов, а в той части находились квартиры для меценатов. А вот прям по центру находились студии художников. В результате у тебя получалось что? Кстати, да, здесь в подвалах на самом деле торговали чем? Торговали водкой, торговали табаком, а еще приторговывали кокаином. То есть получалось вообще прям суперместо богемы. И самое главное, что, кстати, этот дом связан не только с Булгаковым. Здесь же, например, такой человек, как Сергей Есенин, он познакомился с Исидорой Дункан. Здесь? Да, вот он потом ее описывал, как помнишь, «Пей со мной, паршивая сука», да? И потом один из их друзей вспоминал, что когда он приходил к Есенину и Исидоре Дункан, у них дома не было ничего из воды. То есть везде, даже в чайнике нафиг был налит коньяк. Настолько много они бухали. Но нас здесь в данном случае интересует другое, да? Вот Булгаков поселился там, в квартире 50, вот этого подъезда. Но когда он описывает у себя квартиру Воланда, он описывает на самом деле не то место, потому что там он поселился в углу небольшом. Там всего-то было несколько квадратных метров. А там какой этаж? Там на последнем этаже. Там на четвертом этаже получается, вот как раз его квартира 50, у него там был небольшой угол прямо рядом с кухней. И вот в этом углу он жил со своей первой женой, Татьяной Лапой. Это самое бедное время в его жизни. Он только начинает свой творческий путь. В этом месте, кстати, написана «Вся белая гвардия». Почти. И что тут прикольно? Он писал в этом жутком углу, он не случайно говорил, что он ненавидит эту квартиру, потому что это были постоянные склоки. Ведь этот дом, это с одной стороны великолепный социальный эксперимент, а в советское время это первый дом коммуна. Один из первых. То есть здесь впервые начали вводиться коммунальные квартиры. И вот когда он описывает квартиру 50, он описывает на самом деле не свою квартиру, в которой он жил, там никогда не было таких интерьеров шикарных, а он описывает квартиру Пегита, которая находилась напротив, на втором этаже, под номером 5. Вот там, на втором этаже. Да. Эта квартира, она имела два входа, это были огромные апартаменты. И самое главное, что там все было отделано прям шикарно. Там был, а, и камин, плюс там были стены, приколись, выделены крокодиловой кожей. И вот по-хорошему получается такая перверсия, потому что с одной стороны номер квартиры там, а весь интерьер списан как раз с квартирой Пегит, в которой Булгаков тоже, в общем-то, бывал. Это место, к слову, вот здесь сейчас находится дом музея, здесь находится сейчас музей его квартира, но Булгаков сам ненавидел. Он это место жизни просто проклинал. Хуже он ничего в своей жизни не видел, чем вот этот жуткий совершенно угол, который был ему, ну, абсолютно немил. Почему он в определенный момент и решает, что это идеальное место для жизни сатаны. Ну, просто лещи некуда. А плюс еще, этот дом действительно обладал скандальной словой. Уже к тому моменту. То есть действительно, все, что было связано с нечистью, помнишь, там в романе еще пропадают постоянно люди. Это прямо в той же главе, в самой первой, которая посвящена нехорошей квартире. Вообще-то, конечно, седьмая глава, но целиком она посвящена вот этой нехорошей квартире. Там как раз эта история, что пропадают люди. А вот в квартире Пегита там были, как я уже сказал, стены отделаны крокодилом и кожей. А вот что в романе у Булгакова, да? Какой там интерьер у этой квартиры 50? Вот смотри, вот в этой седьмой главе нехорошая квартира, как таковой интерьер не описывается. Да, там мы видим свиту Воланда, кроме Геллы. Гелла там еще не появляется. Там вот эта история Степы Лиходеева, которого отправляют в Ялту. Но самой квартире, именно ее интерьеру, не уделено особого внимания. Рассказывается вот эта история, что оттуда пропадают люди. Пропадает даже хозяйка квартиры, Анна Францевна, де Фужере, кажется, ее так зовут. Она уезжает куда-то там на дачу и тоже пропадает. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Но в плане интерьера интересна не глава нехорошая квартира, а другая глава неудачливые визитеры. Там, помнишь, уже там поселился Воланд, Коровье, вся эта компания. И туда начинают приходить второстепенные персонажи. Приходит председатель жилтоварищества Никанор Иванович, потом приезжает Поплавский, дядя Берлиоза, хочет завладеть квартиркой московской, вот такой-то еще и неплохо, да. А потом вот туда приходит буфетчик театра Варьете. А накануне в этом театре уже вот это дикое представление с Черным магом произошло. И вот он заходит, получается, туда. И что он видит? Он видит этот громадный камин, про который ты сейчас сказал. Там пылают дрова, хотя на улице жуткая жара, а то уж потом про это поговорим обязательно. Что он еще там видит? Огромный стол, накрытый церковной парчой. Там стоят какие-то бутылки вина. Что там еще? Огромный диван, на котором лежит Воланд, куча подушек. В общем, просто какая-то атмосфера, ну, невероятная. Плюс там еще цветные окна. Ну, правда, там такая ремарка есть, что это идея вот этой ювелирши Анны Францевны. Почему что-то какое-то очень богатое убранство. Но получается-то как? Что когда в квартире поселяется нечисть, она уже видоизменяется. И во второй части романа, когда к Воланду прилетает Марго, она заходит в переднюю и видит, что полная темнота, темно, как в подземелье, там указано в романе. И ее удивляет, как так вообще получается, что в московской передней может поместиться огромная лестница с какими-то широкими ступенями. То есть все квартирное пространство у нас получается трансформируется в нечто какое-то демоническое. Это, конечно, интересно. Булгаков вообще постоянно играет с пространством. И не только в отношении нехороших квартир, он очень сильно меняет и пространство города. Вот смотри, следующая точка здесь совсем рядом. Это патриаршие пруды. Ну и патриаршие пруды, на самом деле, у Булгакова в романе очень сильно изменены. А как именно, ну, поговорим с тобой уже, соответственно, на месте. Пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, здесь вот прям на патриарших прудах Иван Бездомный, Берлиоз впервые встречает Воланда. И с этим местом связана еще одна забавная такая полулегендарная история, связанная уже с самим Булгакова. Дело в том, что когда в 29-м году он познакомился со своей будущей третьей женой, Еленой Сергеевной, вот, они сразу почти после встречи несколько дней тусили. Елена Сергеевна очень сильно устала и просила просто дать ей возможность хоть какую-то отдохнуть. Булгаков сказал, да-да-да, хорошо, вообще без вопросов, будешь отдыхать, но сам приперся к ней около трех ночи, да, позаводил в квартиру, ее разбудила, ее горничная, и сказала, вот ваш Михаил пришел. В общем, пришел Михаил, Елена Сергеевна к нему спустилась, он отвел ее на патриарши и пруды, посадил на скамейку и сказал, здесь они встретились в первый раз. И оставил. Ночью, в три ночи. Эффектно. Так вот, Мамин, вот именно здесь, по идее, в романе, и отрубает голову Берлиозу. Он как раз оттуда, с патриарших прудов, выбегает, бежит сюда, здесь турникет, и трамвай ему рубит голову. Прям как заблудившийся трамвай Гумилева. Да, конечно, это ведь одно из самых таких загадочных, таинственных стихотворений поэта. И ведь там трамвай, он же идет никуда-нибудь, там в Александровский сад или на Арбат, он путешествует сквозь бездну времен, он пролетает через Нил, Сену, там Бейрут, Петербург, в общем, все-все-все. И получается, что вот этот мотив отрубленной головы и трамвая, там появляется впервые вообще в русской литературе, это точно. Там, если помнишь, такой яркий фрагмент, появляется герой, такой зловещий продавец овощей, хотя на самом деле там никакие овощи-то он не продает. Там кровью налитые буквы гласят зеленая. Зеленая. Я знаю тут, да. Вместо капусты, вместо брюквы головы мертвы подают. Видишь, литературы Веды встретились, знают, о чем это стихотворение. Ну так вот. И получается, что наши с тобой коллеги, литература Веды, ведь они замечают связь гумилевского стихотворения и булгаковского текста. Та же отрубленная голова Берлиоза, тоже путешествие сквозь бездну времен в романе мастера и на балу у сатаны, когда приходят просто откуда, из каких только веков не приходят всякие висельники, убийцы и вампиры тоже. Но мы с тобой еще потом про это поговорим. А вообще образ трамвая встречается ведь не только у Булгакова и Гумилева. Это был очень популярный образ в литературе Серебряного века. У того же Пастернаку, Мандельштаму, Маяковского. Маяковский вообще говорил, что для художника нет, наверное, ничего более восхитительного, чем отраженный мир в окнах трамвая. Ну ведь очень красиво это. И у него у самого в одном из стихотворений есть образ трамвая, который пожирает рельсы. А все почему? Ну, впервые трамвай в Москве пустили же в самом конце 19 века. И Илья Оренбург писал, что мы все стояли ошеломленные, когда смотрели на эти искры трамвайные, на трамвайной дуге. И они поражали нас, как людей удивляют луна и звезды. Поэтому неудивительно, что Гумилевский трамвай взмывает в небеса. Так что это было какое-то просто восхитительное явление. Так вот, у Булгакова же тоже на самом деле заблудившийся трамвай. А почему он заблудившийся? А потому что здесь никогда никакого трамвая на самом деле не ходило. Булгаков все это выдумал от и до. Во всем районе Патриарших прудов, Малой Бронной. И дальше трамвайных путей никогда никаких не было. Но было выражение хам трамвайный. Почему? Потому что в 20-е годы в Москве никакого особенного общественного транспорта нет. На тот момент весь город стоит в пробках. Но это пробки состоят из гужевых повозок, как бы запряженных лошадьми, из трамваев, потому что трамвай основной вид городского транспорта. Трамвайных вагонов не хватает в Советской России. Туда все набиваются, все друг друга ненавидят, все друг друга хамят. И поэтому для Булгакова, который в целом не очень любил все вот эти вот народные вещи, трамвай это действительно была такая настоящая колесница дьявола. Это прям такой прямой образ народа. Почему там еще и комсомолка за рулем этого трамвая сидит, который рубит голову Берлезу. Но опять же, это вот снова такая игра с реальностью Булгакова. Это не всегда образ дьявола. Обрати внимание, как раз в то время в поэзии формируется канон такой трамвайной эротики. И у некоторых авторов, в том числе у Валерия Брюсова, нашего мага и чародея Серебряного века, у него есть стихотворение, где герой в трамвае встречает незнакомку, ловит ее взгляд, а незнакомец у них там происходит какая-то пикантная история. Так что не всегда это какое-то инфернальное пространство, это еще пространство знакомства любовников. Я думаю, что Фрейд тоже нашел какой-нибудь сексуальный подтекст в том, что вагон вожатый отрубил голову Берлиоза, явно это намек на черную вдову и что-то подобное. Естественно, без секса никуда. Вот, Михаил Берлиоз выбегает сюда, он бежит к таксофону на той стороне, чтобы как раз позвонить в милицию, сдать этого профессора, непонятного, который только что рассказывал о моей истории о Понтии Пилате. Здесь он возле турникета поскальзывается на подсолнечном масле, которое развела Аннушка, кстати, тоже вполне реальная женщина. Это соседка Булгакова по той самой нехорошей 50-й квартире. Вот, здесь он поскальзывается, ему отрубает голову в вагон вожатая, после чего вся компания направляется вот в ту вот сторону, в сторону Малой Бронной. И именно туда, за ними, в погоню, и бросается Иван Бездомный. Малой Бронной. Вот именно по этой улице, по Малой Бронной, и идет вообще вся погоня. Именно сюда бросается Иван Бездомный в попытках поймать этого профессора черной майки, то бишь Волонда. И вся компания Волонда тоже двигается туда, вот в сторону Арбатских ворот. И здесь нужно сказать, что в романе Булгакова действительно очень много фантастического. И, кстати, даже очень много откровенных несостыковок. Дело в том, что свою финальную точку автор в тексте ведь не поставил. И поэтому действительно там есть существенное расхождение. То есть в начале романа Булгаков говорит, что все это происходило в майский вечер. С одной стороны. А с другой стороны, изначально, по задумке, все это должно было происходить в страстную неделю, то есть в апреле. И даже сам бал у Волонда, бал у сутаны, должен был происходить в Вальпургиеву ночь. А Вальпургиеву ночь у нас же с 30 апреля на 1 мая. И, кстати, да, вообще, что представляла из себя Вальпургиеву ночь, чем она была так интересна и почему бал у сутаны проходит именно в это время. А ты знаешь, почему Вальпургию? Ну, это Святая Вальпургия. Да, вот давай сейчас посмотрим, я расскажу поподробнее. Да, Святая Вальпургия это никакая не верховная ведьма, это действительно преподобная католической церкви, это где-то 8 век. Она была дочерью одного короля западных саксов, решила посвятить жизнь Богу, стала настоятельницей одного бенедиктинского монастыря в Баварии. Это Вальпургия Хайденхаймская, то есть она немка. Но так получилось, что день ее памяти или день перенесения мощей, я точно не помню, был 1 мая. И он совпал с таким языческим праздником, первомайским. А это же был такой день плодородия, какой-то дикости, буйства, чего-то экстатического. В общем, получилось так, что сознание людей, христианский языческий праздник совпали и получилась вот такая вот Вальпургия его ночь. Причем это же немецкая традиция. И Вальпургия его ночь, то есть Шабаш-Ведьм, это высшее торжество дьявола, происходило на горе Брокен или Блоксберг, это высшая точка гор Гарц. Это немецкие горы. И вот как раз-таки в этих Брокенских горах и происходил Шабаш-Ведьм. И эти Брокенские горы упоминаются в романе Мастера Маргарита «Когда?» Если помнишь... На балу у сатаны. Не только на балу у сатаны, нет, еще в той сцене, когда Маргарита мажет колено Воланду, такой какой-то пахучий мазь. После балу. Обжигающий... Да. Да? Да, да. Ну так вот, такой обжигающий мазью мажет ему колено, а он рассказывает, что когда там, в 1571 году, он познакомился в Брокенских горах с одной ведьмой. Это вот напоминание как раз о встрече с ней. Но ничего, он говорит, через 300 лет пройдет. А вот как раз-таки да, на балу у сатаны там появляются два вампира Брокенских гуляки, которые последние выходят из камина, приходят на бал самым последним. Вот. И смотри, получается так, что до описания балу у сатаны Маргарита же летит на определенное действо, которое происходит на берегу озера, реки. И обычно шабаш, если мы откроем там любые демнологические трактаты, проходил не только в горах, то есть это были не только вот эти Брокенские горы, а еще это часто какие-то перекрестки, безлюдные места, это часто берега озер или берега рек, вот как раз такие булгаков и помещают свой шабаш, куда прилетает Маргарита, на берег. И опять-таки на шабаш не обязательно должны были присутствовать какие-то ведьмы, там часто были всякие животные, то же самое делает и булгаков, там какие-то лягушки, жабы. Вот. Так что, да, конечно, мы вспоминаем в первую очередь в Альпурге его ночь, когда речь заходит про балу сатаны. Все верно. Да, и там, кстати, вообще очень-очень много странного всего творится даже с погодой, что, кстати, отчасти отсылает нас, например, еще и к Федору Михайловичу Достоевскому, но об этом чуть позже. Еще, кстати, один из любимых писателей Булгакова, и с ним будет очень забавный эпизод в романе. Помнишь, Айс, как я тебе и говорил, время романа оно до конца на самом деле не определено. То есть, с одной стороны, Булгаков вначале пишет, что действие происходит в мае, а по факту он хотел сделать так, чтобы весь бал у сатаны происходил в Альпурге его ночь. И тут это не единственная странность. Вообще, Булгаков очень много, например, мудрит с погодой. Допустим, в самом начале романа у него адская жара невыносимая, но вообще, когда в Москве, что в начале мая, что в конце апреля бывает такая жарень под 30 градусов. Там максимальная температура за все время вообще наблюдений материологических была максимум градус 21-22. Но! Зато вот эта температура 30 градусов это нас отсылает к чему? К Ершалаиму, где и разворачивается действие. Кстати, то же самое же есть у Достоевского в ее преступлении и наказании. Помнишь, там в Питере тоже жуткая такая прямо удушающая жара, которая им не дает покоя. И все это тоже будет нас отсылать к тому, что действие происходит как будто в двух реальностях. С одной стороны в прошлом, то есть в Ершалаиме, и с другой стороны в Москве. И вот мы сейчас с тобой находимся на Арбатской площади. Сюда вот выбегает Иван. И здесь он окончательно теряет все следы. То есть здесь и код удаляется, и все остальные. А вот как они удаляются? Смотри, это четвертая глава. Глава Погоня. Одна из самых динамичных глав в романе. И это такой классный синтез города и текста. Вулгаков нам накидывает массу таких урбанистических реалий. Название улиц, трамваи, площади. Но смотри, что меня еще в этой голове удивляет. Это поведение самого Ивана. Потому что он там просто какой-то Шерлок Холмс. Он применяет вот этот индуктивный метод. Он быстренько считывает, что же ему сказал Волан. Ага, Берлиоза отрежет голову женщины. Ах, вот Аннушка, божатая же была женщина. То есть он быстро все складывается, у него складывается все в одну картину, что этот загадочный консультант точно знал, картину ужасной смерти Миши Берлиоза. И он бросается за этой троицей, за Клечетым, но потом мы узнаем, что это Коровьев, за профессором и за этим огромным котом. И что Булгаков отмечает, они применили излюбленный бандитский прием и решили действовать в рассыпную. Иван за ними бежит и видят, как Клечетый, Коровьев, он винчивается в автобус, который идет до Арбата. Потом мы видим эту восхитительную сцену с платежеспособным котом, который пытается оплатить проезд, а ему кондукторша, котам нельзя, с котами нельзя, брысь, а то милицию позову. А профессор, он исчезает в переулках и получается, что Иван не может никого догнать из свиты Воланда и теряется. И смотри, здесь как у нас классно работает, что город скрывает от Ивана свиту Воланда и от нас, от читателей, ну, нас тоже оставляют ни с чем. Мы тоже оказываемся в растерянности вместе с Иваном. И вот из этой растерянности у Ивана же рождается совершенно удивительная штука. Если до этого момента он писал обличительные стихи на Иисуса Христа, то тут вдруг он решает просто броситься с головой в омут религии. Потому что бежит он не куда-нибудь, а бежит он к Москва-реке. И не просто к Москва-реке. Направляется он в сторону Зачатевского монастыря. Ага. Да? И там, если ты помнишь, найдет он еще и иконку. Да. Вот как раз в ту сторону он двигается по направлению к реке и мы с тобой как раз пойдем за ним. Пойдем. иллюзия полностью подменяет реальность. Он же себе действительно уже не отдает отчет, в том, что он делает, зачем он делает, как он делает. И он в итоге забегает вот в этот переулок. Это Зачатевский переулок, который находится прямо возле одноименного монастыря. В тот момент, когда он бежит по этому переулку, он забегает вот в этот дом. Да? Вот в этом доме как раз он поднимается, если ты помнишь, на второй этаж, бегает в квартиру. Там он что делает? Хватает иконку и свечку. А все почему? А потому что работает тот же самый принцип романа. Подобное лечится подобным, да? И поскольку Иван понимает, что он столкнулся с мистикой, то, соответственно, с помощью мистики хочет и победить мистику. Но сам не совсем понимает, как это делает и действует больше по наитию скорее. Смотри, мне кажется, что вот до того момента, как он забегает в эту квартиру, поведение Ивана, оно же в принципе адекватное. Как только он забегает туда, вот это даже его мысль, он, конечно, спрятался в ванной, да? И вот потом, когда он уже забегает в кухню, как ты говоришь, он же видит это венчальная икона, венчальная свеча, маленькая бумажная пришпиленная иконка. И мы понимаем, что нас Булгаков уже подводит к теме шизофрении Ивана Бездомного, которую, в принципе, и предсказал Воланд. Да? И смотри, вся вот эта тема с безуспешной погоней за Воландом, ведь там же Иван не может догнать Воланда с его свитой. Вот эта тема с сумасшествием Ивана Бездомного имеет отсылку в литературе, в истории литературы. Булгаков здесь ориентируется на классический готический роман Мельмотт-Скиталес, Чарльза Мэттьюрина. Это 1820 год, то есть это за 100 лет до Булгакова, да? И там такая история. Некий герой Стэнтон, он встречает Мельмота-Скитальца. Ну, это такой дьявол во плоти, странствующий искуситель. И этот Мельмотт говорит ему, что мы с тобой, дружок, встретимся в сумасшедшем доме. Ну, и там так получается, что Стэнтон попадает в психушку, и там его навещает Мельмотт. И в Черновиках у Булгакова изначально в клинику к профессору Стравинскому, ну, вот в эту палату, где сидит Иванушка Бездомный, к нему приходит не мастер, а Воланд. Вот там вот такая любопытная история. То есть и вся вот эта, получается, история с погоней и история с сумасшествием Ивана Бездомного, да, вот такая классная готическая отсылка. Вообще, кстати, а у кого-нибудь получалось догнать дьявола? А, догнать дьявола. Слушай, ну тогда давай с тобой немножко коснемся иерархии злых сил. Ну, она у всех писателей по-разному, конечно, проявляется, да. Вот, например, эта иерархия очень любопытно проявлена у Клайва Льюиса в письмах Баламута. Ну, здесь не суть. Есть один общий принцип такой. Ну, дьявола поймать по сути невозможно. А вот этих мелких бесов, да ну, да сколько угодно. Ну, вот мы с тобой можем вспомнить... Да в акулу даже. Ну, да, в акулу. И с этим же связана поговорка «Поймать черта за хвост». То есть это какая-то большая удача. Да больше того, можно даже не просто догнать, можно перегнать черта. Или вот у Пушкина в сказке о папе «Работники балдея». Да, там вот эта классная погоня вокруг моря. Или еще плутовской роман «17 век». «Хромой бес» Луис Велеса. Это Гевара. По сути, да, герой ловит беса и может ему задавать разные вопросы. То есть мелкого беса поймать легко. Дьявола невозможно. Ну, он сам тебя найдет и в лучшем случае сам предложит и сам все даст. А так, нет, это фатальная штука. И я в этом смысле могу только вот сейчас вспомнить сразу рассказ французского романтика Жерара де Нерваля «Дьявольский портрет» или «Портрет дьявола». Ну, в общем, там герой пытается эту инфернальную сущность догнать, и у него, конечно, ничего не выходит. Так что нет, дьявола догнать. Невозможно. А Иван вот пытается. Он как раз выбегает отсюда с иконкой, со свечкой из подъезда вот этого дома и бросается прямо туда, прямо по Зачатевскому переулку к реке. И там он по какой-то непонятной причине решит искупаться. На самом деле по понятной причине, но об этом мы с тобой уже поговорим, когда дойдем до места, где он плавает. В общем, как ты понимаешь, Иван выбегает к реке, а если говорить конкретно, выбегает он к этому месту прямо напротив завода Красный Октябрь. Здесь очень многое поменялось, потому что раньше здесь были спуски к воде, он как раз здесь спускается и окунается в воду Москва-реки, но тут возникает другой момент. Сейчас было бы опасно. Это явная пародия на обряд крещения, потому что вместо реки Ордан, куда у нас окунается Иван, в Москва-реку, где все покрыто масляными разводами. Он выходит из этой реки нечистый, он наоборот вылезает весь грязный, он лишается одежды, которую у него крадет какой-то алкоголик. И вот в этом состоянии, в одной фактически рубахе с этой же иконкой, он бросается в Грибоедов, который находится на Тверском бульваре, и мы с тобой пойдем именно туда. Субтитры создавал DimaTorzok «Дом Грибоедова», это же всегда движение по кругу. Но что такое дом Грибоедова и почему его настолько сильно не любил Булгаков? Почему он его вообще в финале романа сжег вместе с нехорошей квартирой? Кстати, вот и он. Только к Грибоедову этот дом не имеет никакого отношения, зато здесь в определенный момент жил дядя Александра Герцена. И здесь же прошло все детство писателя. А потом здесь находился литературный салон Дмитрия Скобеева, который постоянно посещал Пушкин, Лермонтов, Белинский, Гоголь, Хомяков и многие другие. Потом уже в 1933 году здесь был основан литературный институт имени Горького, и он тут сейчас и находится. А до этого момента, в 20-х годах, здесь было объединение пролетарских писателей. А с пролетарскими писателями, как ты понимаешь, у Булгакова отношения вообще не ладились. То есть, например, такой певец, как пролетариата, в определенный момент этот певец пролетариата был Владимир Маяковский и в определенный момент взял и вообще сломал Булгакову о спину бильярдный кий. Кроме того, Булгаков никогда не видел ни одного хорошего критического комментария о своих произведениях. Он так ни разу это не встретил. При всем том условии у Булгакова была феноменальная какая-то любовь к букве Г. Он даже говорил, у меня есть два любимых Г. это были писатели Гоголь и Гоффман. И в этом отношении вполне логичным кажется, что и Герцан у него превратился в Грибоедова. Кстати, действительно, в самом романе упоминается, Булгаков очень смешно описывает в тексте, почему этот дом назван именем Грибоедова. Действительно, к Грибоедову он не имеет никакого отношения, но какие-то московские вруны там придумывают различные легенды. Возможно, Александр Сергеевич Грибоедов читал какой-то своей тетушке дома владелицы вот этого как раз особняка отрывки из своей бессмертной комедии. Она, мол, там возлежала на какой-то софе, где много-много подушек. Но, в общем-то, не важно, имеет ли отношение Грибоедова, может, и не имеет, какая разница была, как его так, в принципе, и пишут. Но фамилия то у Александра Сергеевича гастрономическая, поэтому не просто так его имя используется в названии вот этого дома, поскольку отражает такую главную, наверное, черту членов Массолита это любовь вкусно поесть. Поэтому и Грибоедов. Плюс ко всему, если ты помнишь, в романе очень круто описывается ресторан дома Грибоедов. Это главная его достопримечательность. Конечно, конечно. В библиотеке нет, а ресторан есть. То же самое, как нет никаких трудовых учреждений. А есть бильярдная. В общем, любят есть и любят развлекаться. Но все-таки у самого Герцена была связь с Грибоедовым. Как раз в комедии «Горе от ума» княгиня Тугоуховская говорит про своего племянника. Мол, что он был чудак, князь Федор. И вот это как раз-таки князь Федор это родственник Александра Герцена. Так что связь все-таки какая-то есть. Понятно. А помнишь тот момент, когда сюда как раз приходят бегемоты «Коровью». Вот этот замечательный момент, который на самом деле тоже очень тесно связан с жизнью самого Булгакова. Если помнишь, их не хотят пускать в ресторан, потому что у них нет удостоверения, которое подтверждает, что они писатели. И тогда возникает логичный вопрос. А вообще у Достоевского-то, да? Было удостоверение, что он писатель. Ответ. А вы не Достоевский. И вот это на самом деле очень тесно связано с жизнью самого Булгакова. Почему? Его вторая жена, Любовь Белозерская, была великолепной светской дамой. Она в определенный момент уехала за границу, она долгое время жила в эмиграции. И вообще, благодаря ее воспоминаниям, Булгаков создал массу произведений, в том числе, например, «Имбек». Да? Кстати, она ему помогала, в том числе, во время работы с французскими источниками, поэтому он посвятил ей свою пьесу «Каббала святош». Она идеально знала французский язык. Но вместе с тем, что она была прям такой возвышенной светской дамой, это была одна из первых женщин, которая села за руль автомобиля и сама водила. Она очень любила болтать со своими подругами по телефону. А в тот момент у Булгакова был достаточно маленький кабинет, и телефонный аппарат находился прямо над его рабочим столом. И Любовь Белозерская все время болтала со своими подругами по телефону. И Булгакова это очень сильно отвлекало. И он в определенный момент ей сказал, «Люба, в таких адских условиях не работал даже Достоевский». На что Любовь Белозерская ему и сказала, «Ну, ты не Достоевский». И он в итоге это использовал в своем романе. Поэтому это место в связи с тем, что здесь находилась и ассоциация пролетарских писателей, плюс еще один момент памяти с Любовью Белозерской максимально напоминал ему, знаешь, такое просто бесовское отродие какое-то. О, давай прадские мотивы еще немножко скажу. Да, они же там есть в джазе. Есть, есть, есть. Смотри, ведь одна из ключевых глав романа это 23-я, «Великий бал у сатаны». Но в главе, где описывается Грибоедовский дом, дело было в Грибоедове, Булгаков нам показывает такой непосредственный тоже шабаш. Только там участвуют не черти и ведьмы, а литераторы Масолита, которые здесь обитают. Как Булгаков там классно описывает, «Ровно в полночь двенадцать литераторов спустились в ресторан». Двенадцать литераторов ровно в полночь. И вот эту вот фразу «ровно в полночь» он повторяет несколько раз, чтобы показать, ну якобы время вот остановилось. И потом в сцене «Бал у сатаны» тоже вот это «ровно в полночь» повторяется несколько раз. И дальше там отписываются просто какие-то дикие танцы под фокстрот, который сочинил один американский композитор. И этот фокстрот это была такая пародия на христианскую мессу. И эта мелодия была очень популярна в Москве до конец двадцатых, начало тридцатых годов. И сочинялись всевозможные богохульные тексты на вот эту популярную мелодию. И получается, что Булгаков там описывает эти дикие танцы литераторов. Мимо них снуют какие-то потные официанты, в общем, какие-то крики, визги, грохот тарелок. В общем, резюмирует Булгаков, ад. И было в полночь опять-таки видение в аду. И вот тогда уже литераторы узнают, что Михаил Александрович Берлиоза переехала трамваем на Патриарших. В общем, здесь самое главное что? Не то, что бесы сами учинили бал, а то, что этим бесам уподобились сами люди. Да, и самое забавное, что именно сюда же прибегает такой уже охристианившийся Иван Бездомный, который до этого момента написал ругательную поэму про Иисуса Христа. И вот он вбегает сюда с иконкой, свечкой и пробует найти этого профессора черной магии. Звучит знаменитая фраза о том, что дура, вульф ни в чем не виноват. В общем, здесь заканчивается погоня за Састаной и примерно отсюда Иван Бездомный отправляется в сумасшедший дом. Ну, а мы с тобой двинемся дальше. Пойдем. Иван Бездомный Вообще, если мы говорим о том, как жены повлияли на творчество Булгакова, здесь нужно сказать, что любовная линия в романе появилась во многом благодаря Любовь Белозерской, второй жене Булгакова. Именно она сказала, что ему нужно ввести в роман хорошую героиню, красивый образ, потому что это сделает повествование куда интереснее. Но образ Маргариты в основном был списан с третьей жены Булгакова, с Еленой Сергеевной. Именно она стала главным прообразом Маргариты, не единственным, впрочем, но об этом мы тоже еще скажем. И на самом деле отношения с Еленой Сергеевной для Булгакова были примерно равноцельны самоубийству. Ну, представь себе такую ситуацию. Он же ведь уже тот драматург и писатель, произведение которого не ставится на сцене, не издаются. На него везде выходят разгромные статьи, и сам Булгаков со дня на день ждет ареста. И ведь в этот момент именно он начинает отношения с Еленой Сергеевной, которая на тот момент была Шиловской. И была она замужем за генералом, за преподавателем военной академии, за начальником штаба Московского военного округа. Это была очень высокая должность. И Елена Сергеевна жила в шикарном доме, в том же доме, в котором жил, например, маршал Тухачевский. То есть весь прям вот генералитет Советского Союза. И понятное дело, что для Булгакова это могло закончиться достаточно плохо. Но самое интересное, где живет Маргарита? Ведь Булгаков не дает никаких конкретных указаний. Он просто сообщает о том, что это было очень красивое здание, которое все в Москве прекрасно знают. В Арбатском переулке. Да, в Арбатском переулке. И вот предположительно, это был как раз вот этот особняк Морозовый на Спиридоновке. Это действительно легендарное здание, которое в Москве знали практически все. Начнем с того, что его архитектор Федор Шехтель. А над всем внутренним убранством работал Михаил Александрович Врубель. Сейчас здесь находится дом встреч МИД, и к огромному сожалению, ничего из той обстановки не сохранилось. Потому что в 95-м году здесь был большой пожар, и дальше весь интерьер восстанавливали уже по фотографиям. И вообще у этого здания крайне интересная история. Ведь в 1909 году здание было продано, и продано оно было Рябушинскому, брату, того самого легендарная семья. Три брата, миллионера Рябушинских. И вот один из этих братьев стрелялся как раз в доме, где до этого момента жил Булгаков, другому брату был продан этот особняк. И он прожил здесь до 17-го года, а еще он собирал здесь огромную коллекцию искусства. И когда он в 17-м году уехал из России, он решил, что он еще вернется. И поэтому сделал потайную комнату, в которую сложил все свои основные достопримечательности. там был бюст Виктора Гюго работы Агюста Родена. Там были картины Серова, там были картины Врубеля, там были картины Репина и много еще чего другого. Все это потом было национализировано и отдано государству. А сам дом подходит по описанию. Это действительно неоготический стиль. Помимо этого есть балкон, есть сад. Башенка. И в целом сам по себе дом напоминает замок. Да, смотри, в тексте Булгаков прямо так и пишет, что особняк был готический. И ты сейчас говоришь, что это неоготический стиль. И я сразу вспоминаю еще один образец неоготики. В 18 веке английский писатель Хоррис Уолпал отстроил сам замок Строубери-Хилл или земляничный холм. И именно он стал прообразом замка Атранта. Так назывался первый в истории литературы готический роман. И именно в замке Атранта и происходили историей, события. И поэтому неудивительно, что Маргарита у нас собирается на шабаш именно из этого мистического готического пространства. Что она у нас делает? Она с ног до головы обмазывается какой-то пахучей мазью. Лесной какой-то запах пахнет болотом, травами. И смотри, если мы откроем любые демонологические источники, ведьмы обычно отправляются на шабаш, обмазывшись какой-нибудь пахучей, ядреной мазью. Но средства передвижения всегда были разные. И способ тоже был разный. Смотри, если ведьмам Франции достаточно было произнести какие-нибудь заклинания, волшебные слова, то итальянские ведьмы отправлялись на шабаш на каком-нибудь животном помощнике. Чаще всего это был какой-нибудь козел. И вот смотри, как интересно использует традицию животного помощника сам Булгаков. Сосед Маргариты Николай Иванович, да? Его обмазывает кремом служанка Маргариты Наташа, и они вместе уже Николай Иванович превращаются в Борово, и вместе они уже летят вслед за Маргаритой на шабаш. Ну, а обычно, если любые поверья какие-то о ведьмах откроем мы с тобой, то и увидим, что обычно какую-то все-таки вещь использовали в качестве предмета для полета. Ну, кому на чем удобнее было летать. катерга, вилы, грабли, чаще всего метла. Вот Солоху Гоголя летает на метле. А Маргарита у нас использует щетку и летит на ней прямо на Арбат громить квартиру критика Латунского. Да, туда мы сейчас с тобой и отправимся. Ась, ты же ведь помнишь, как встретились мастеры Маргариты? О, да, слушай, это ведь один из самых пронзительных и красивых фрагментов романа. Мне кажется, тот, кто читает роман впервые, в первую очередь обращает внимание именно на их встречу. И мне кажется, не знаю, согласились ты со мной или нет, но для меня в истории мировой литературы такой яркой, пронизывающей сознание, так врезающейся в сердце, в память встречи двух любовников, ну, сильнее, чем встреча мастера Маргариты, я не могу себе представить. Ну, вот, допустим, Гретхен и Фауст. Мы не можем вспомнить, как они там встретились. Да, может, свидание в саду, мы их и помним, а так-то нет. Или Татьяна Онегин, ну, не особо. Может, Вронский с Анной, яркая встреча, но ее же нам описывает Толстой, а тут у булгаковского мастера преимущество. То есть, получается, что эту встречу нам описывает непосредственный участник этого. И там же есть такой кинематографичный момент, да, когда идет она, он видит ее, и она идет по одной стороне улицы, а он по другой. Но, конечно, все-таки самый яркий образ их встречи это вот эти отвратительные, тревожные, желтые цветы. Смотри, какие эпитеты, да, неприятные. Но, тем не менее, именно по этому желтому знаку этот мужчина опознал эту женщину. Получается, что мастер же нам ее имя не называет, нам назовет потом имя Маргарита Булгаков только во второй части романа. Так же, как и название цветов, собственно, мимозы. Мастер нам не говорит об этом, нам сообщает только Булгаков уже в главе Маргарита. Это, конечно, любопытно. Вообще, чертовы желтые цветы здесь, кстати, достаточно забавный момент. Желтый цвет, он ведь так или иначе, если мы берем, например, христианский символик, он ассоциируется с предательством, потому что этот цвет во многом связывается с Иудой, но при этом в их отношениях никакой речи о предательстве нет. И вот здесь интересный вопрос, на самом деле, с именами. Гоголь вспомнил, помнишь, когда пытаются имя Акакию Акакевичу найти, и там мать Акакия Акакевича произносит имена от все какие-то такие. Ведь у Булгакова то же самое работает, что с Маргаритой, что с мастером, то есть, например, мастер, откуда у него имени нет. Или Маргарита. А почему Маргарита? Слушай, ну это, естественно, аллюзия к Фаусту, которых масса в романе, начиная с эпиграфа, мы потом с тобой эпиграф обсудим, конечно же. Но вот здесь не очень очевидная связь Гретхен, героини Фауста, ну Гретхен это же уменьшительное имя от Маргариты, и булгаковской Марго. Смотри же, что там у Гёте. Прототип Гретхен, это девушка, которая утопила своего ребенка, и потом этот же сюжет помещает Фауста и сам Гёте, да? Да. И что хочет Гретхен? Она хочет милосердия и сострадания. Милосердия от ангелов, чтобы они простили ее за одетоубийство, и сострадания от самого Фауста, и она получает его, потому что Фауст, там что он говорит? Меня убивают страдания этой единственной, а его, то есть Мефистофеля, утешает, что это участь многих. И что получается? Булгаковская Маргарита, она сама проявляет милосердие, она прощает эту убийцу, ребенка, Фриду. То есть здесь, смотри, у нас преемственность на уровне таких высоких категорий. Ну и еще по поводу имени, ты наверняка знаешь, что сохранилось несколько источников, которыми пользовался Булгаков при написании романа. И один из них это словарь Брагауза и Фрона. И сохранились выписки словарных статей о двух королевах, которые носили имя Маргарита. Это Маргарита Наварская и Маргарита Вулуа. И вот они тоже считались покровительницами поэтов и писателей. Ну так же вот Булгаковская Маргарита, она любит гениального писателя Мастера. Давай про Мастера. Да, Мастер же это тоже на самом деле достаточно интересная вещь. Снова отсылка Гёте, потому что в данном случае у нас возникает вопрос о таком произведении Гёте, как «Годы учения и странствия Вильгельма Мейстера». А всё почему? И кто вообще такой Вильгельм Мейстер? Это же на самом деле прямая отсылка к Уильяму Шекспиру. Ведь Гёте у нас принадлежал к направлению Бурья-Натиска, кружок Бурья-Натиска. Это по сути дела предтеча романтизма. И вот для романтиков и для их предшественников Уильям Шекспир это абсолютнейший авторитет. Они его воспринимают как главного художника вообще всего и вся. А всё из-за чего? А всё из-за того, что именно Уильям Шекспир сделал прежде всего что? Он говорил про свободную форму. А свободная форма для всех практически романтиков это главное и основное, что есть. О другом они не заботятся. И когда Гёте называет Вильгельм Мейстер он отсылает к Уильяму. Потому что Вильгельм это немецкий вариант имени Уильям. Это первый момент. Второй момент. Всё, что важно для романтиков прежде всего вот как они смотрят на художника. Они на художника смотрят как на пророка. Опять же, вспоминаем с тобой и Пушкинского пророка и Лермонтовского пророка. Потому что любой настоящий автор должен так или иначе видеть дальше какого-то определенного горизонта. То, что самое происходит и с мастером. Потому что мастер пересказывает не обычную историю Ешиа Ганоцри а он видит как будто вот за грань всех этих исторических реалий. Он по сути дела выступает в роли пророка который должен написать какой-то вот новый текст и он никак не может с ним справиться. Этот текст сильнее его. Этот текст его преодолевает и текст по сути дела заставляет его творить. Кстати, ещё один момент интересный. Где ведь они встретились мастер и Маргарита? Они же впервые встретились на самом деле на Тверской а потом свернули в переулки Тверской улицы. Но и вот к огромному сожалению из-за того, что Тверская была перестроена конкретного места где встретились мастера и Маргарита сейчас найти фактически невозможно. Москва действительно очень сильно изменилась но определенные места которые очень тесно связаны с текстом романа они всё ещё остались и туда мы с тобой и пойдём отлично достаём. предполагаемых особняков Маргариты в Москве несколько. Вот один из этих домов мы с тобой уже видели это особняк Морозовый а ещё есть и другой дом но пока мы с тобой к нему идём идём мы не по простому переулку это чистый переулок в Москве и он тоже очень на самом деле тесно связан с Булгаков дело в том что сюда вот туда вот в начало этого переулка Булгаков переехал с Любовью Белозерской из своей нехорошей квартиры а прямо на пересечении чистого переулка и Причистенки жил никто-нибудь а жил профессор Преображенский из его легендарного собачьего сердца причём как ты наверняка помнишь этот образ тоже был сделан Булгаковым не случайно потому что прообразом Преображенского стал родной дядя писателя который был достаточно известным врачом и здесь даже есть мемориальная табличка вот он в принципе вот этот дом и есть и тут возникает у меня к тебе такой интересный вопрос потому что на самом деле у Булгакова же очень сильно менялись взгляды на природу религии на протяжении всей его жизни то есть если мы например говорим с тобой про Белую Гвардию то там Булгаков то в общем показан как такой человек достаточно верующий помнишь же тот момент когда к Турбину во сне приходит бывший его подчиненный погибший и говорит что да вообще в раю неважно кто ты коммунист или Белый без разницы для Бога мы все невинно убиены а если вот мы говорим например про собачье сердце то там же все работает совершенно с другой стороны потому что фактически это как таковое отрицание религии что же показывает Булгаков есть гипофиз этот гипофиз это и есть вместилище сознания человека как такового потому что достаточно взять пса пересадить ему человеческий гипофиз и этот пёс моментально станет точно такой же личностью как и тот человек который вот был до этого и в этом отношении действительно интересно как Булгаков сын священника относился к религии то есть получается смотри у нас трагическая эволюция творчества Булгакова потому что все-таки ну в литературоведении же считается что Белая гвардия это все-таки такой роман о Рождестве которая все-таки состоялась Мастера Маргарита роман где нет воскресения да и ну да родился Булгаков в семье профессора Киевской духовной академии и получается что и по линии матери и по линии отца у него в роду были священники причем не какие-нибудь там это были настоятели кафедральных соборов и вообще если мы вчитываемся в его текст и мы понимаем насколько религиозная тема его занимала и тот факт что он с этой территории вступил в литературу и перед этой территорией отвечает он ведь очень важен и если мы говорим о его религиозных взглядах то отход от церкви Булгаковской он же произошел очень рано он еще произошел в подростковом возрасте когда умер его отец он же рано потерял отца и он конфликтовал же с матерью а соответственно и с той системой ценностей которую она исповедовала и такая очень знаменательная фраза в дневнике Надежда Афанасьевна сестры Булгакова она пишет что Миша не говеет Миша не ходит в церковь не читает Библию а что он читает Миша читает Дарвина читает Ницше но что важно понимать Булгакова же часто обвиняют что он какой-то там реакционный атеист роман о дьяволе и все такое да и вот есть один показательный момент расскажу тебе была такая газета Безбожник еженедельная и где-то ну в году 25 Булгаков рассказывает в дневниках как он ходил в редакцию газеты Безбожник и вот он пишет я прихожу туда сидит там неимовернейшая сволочь это цитата это не мое мнение вот тираж 70 тысяч экземпляров распродают весь и меня поражает что это говорит Булгаков опять же какая-то театральность кто-то склонился над книгой непонятно Библия это или нет в общем какая-то мишура но смотри что больше всего поразило Булгакова в этом богоборческом издании да не степень глумления вообще а то как изображали Христа а изображали его как шута шарлатана мошенника и вот важно что Булгаков сам он так не считал и вот эту редакцию безбожника и все их взгляды он ведь потом и переносит в текст романа мы в начале когда видим этот разговор Берлиоза и Ивана Бездомного мы считываем прям вот эти вот эти вот образы вот этой неимовернейшей сволочи на самом-то деле а мы сейчас кстати с тобой подошли к очень интересному дому и я тебе вброшу такой момент дело в том что архитектором этого дома мог быть предполагаемый отец Маргариты в смысле отец Маргариты Елена Сергеевна не совсем Елена Сергеевна потому что у Маргариты вообще предполагаемых несколько прототипов и один из этих предполагаемых прототипов это Екатерина Львовна Кекушева это дочь того самого легендарного Льва Кекушева великолепного московского архитектора одного из лучших архитекторов московского модерна и вот это как раз легендарное здание это доходный дом Исакова Это как раз дом, построенный предполагаемым отцом Маргариты. Но родилась Маргарита и росла в другом доме, к которому как раз мы сейчас с тобой идем, который тоже построил Лев Кекушев. Предполагаемых особняков Маргариты в Москве на самом деле несколько. И Елена Сергеевна – это самый предполагаемый прототип Маргариты, но на самом деле первым предполагаемым прототипом Маргариты, как я уже и говорил, была Екатерина Львовна Кекушева. И вся штука состоит в том, что Екатерина Львовна, дочь архитектора Кекушева, она жила в этом доме все свое детство. Это дом, который Кекушев построил для своей семьи. Он действительно считался одним из самых красивых московских особняков. Больше того, смотри, если мы говорим по поводу романа, здесь раньше ходил троллейбус, там находится у нас, соответственно, Александровский сад. И Маргарита легко могла выйти из своего дома и доехать до Александровского сада на встречу Казазелла. Поэтому это один как раз из еще самых вероятных особняков Маргариты. Но двинемся дальше. В сторону подвала мастера, он, кстати, здесь совсем недалеко живет. Да? Понятно. Да? Да? Понятно. Да? Субтитры создавал DimaTorzok А вот сейчас мы с тобой выходим, Ася, к очень-очень интересному дому. Дело в том, что это и есть тот самый подвал мастера. Помнишь же, как он описан в романе? Мастер сидел и видела своего подвала, ноги прохожих. И вот он, этот дом. Дом, который чудом здесь сохранился, потому что, зная, как переустраивалась Москва и что вообще здесь делали. Например, со старыми районами, которые были раньше в месте, где сейчас находится Новый Арбат, бывший проспект Калийнова. Или то, что делал, например, Лужков, например, с тем же самым военторгом. А как относились в Москве к деревянным зданиям. Ну, слушай, это вообще отдельная история. И как эта усадьба, по сути дела, начала 19 века сохранилась, это на самом деле действительно чудо. А этот дом для Булгакова имеет очень и очень большое значение. Он не случайно своего мастера селит именно сюда. Дело в том, что здесь жил его очень хороший друг Сергей Топленников. Это второй муж Екатерины Львовны Кекушевой, которая как раз младшая дочь того самого архитектора Кекушева. И Булгаков у них постоянно бывал. Ему здесь даже была выделена комната с печкой как раз. И там окна выходили во двор. Сейчас в этом здании нет уже буквально ничего. Оно закрыто, здесь висит мемориальная табличка. Но ничего, никаких экскурсий внутри, никакого прохода нет. Самое главное, что не попасть во внутренний двор, где как раз находился вот тот самый подвал. Подвал. Да, то есть он находился не здесь, он находился именно со стороны двора. Нужно было войти во двор. И там как раз вот находится та самая комната, где жил Булгаков. Но, по сути дела, вот тебе такой наглядный пример. Слушай, но по сути, все-таки это подвал мастер. Да, и самое главное, что здесь Булгаков бывал постоянно в период как раз 26 по 32 год. А если ты помнишь, что вот именно в конце 20-х, начале 30-х годов он познакомился с Еленой Сергеевной Булгаковой. Именно тогда он начал писать свой роман. И считается, что большая часть вот первого варианта «Мастера и Маргариты» была написана автором именно тут. И да, это как раз и есть то самое уникальное место, тот самый подвал мастера, который описан в романе. Слушай, я вот сейчас смотрю на это и думаю, если бы меня попросили назвать символ отношений, символ любви мастера и Маргариты, то я бы, наверное, сказала, что это вот это. Вот этот подвал на двоих, это же ведь очень интересный образ. И я тебе сейчас объясню, почему. Ну, просто лично мне кажется, что вот эта идея посмертного существования мастера и Маргариты, она только на первый взгляд кажется такой вдохновляющей, романтизированной. А на самом деле это ведь, ну, это очень грустная история. И да, получается, что тут просто доведена до абсолюта просьба Маргариты у Воланда вернуть им с мастером их подвал на двоих. Да, но какой ценой? Ему же Воланд говорит, что тебя больше не будут беспокоить мысли о твоем романе, мысли об Иешуа, да? И вот эта страшная фраза в конце, когда Булгаков пишет, что память стала потухать. И мы понимаем, что ведь мы — это то, что мы помним. И весь этот покой, весь этот подвал, да, это какая-то дурная бесконечность, какое-то вечное повторение одного и того же. Ну, в общем, я к тому, что их любовь, ну, лично для меня, это очень грустная история, как, в принципе, и весь роман. Это очень грустная книга. Как ты относишься именно к их соединению, к их любви? Вот для тебя это счастливая история или нет? Да нет, там даже, в принципе, нет никакого намека на счастье. И есть же замечательный момент, мне еще здесь вспоминается Эрнест Хемингуэй с той историей, когда он писал свою книгу «Праздник, который всегда с тобой». В тот момент, когда как раз он начал уже терять память, и говорил, что для писателя память — это главное, потому что память — это те впечатления, которые он у себя сублимирует. И мне история с покоем больше всего, на самом деле, напоминает отсылку к Гоффману. А если говорить конкретнее, отсылку к крошке Цахесу. Помню, что там дается в конце главным героям, да? Им этот волшебник дарит свой дом, где на заднем дворе всегда хорошая погода, где главный герой все время может писать стихи о соловье и розе, где у жены все время хорошее настроение. А это обыденность. Ведь не случайно Толстой сказал, да? Каждая счастливая семья похожа одна на другую. Каждая несчастная семья несчастлива по-своему. Когда ты все время должен находиться в этом состоянии обыденности, ты вынужден, по сути дела, влачить жалкое существование, потому что состояние обыденности — это тот момент, когда у тебя нет никаких новых впечатлений. Я согласна. Нет ничего хуже для писателя, чем замкнуться на своем собственном произведении и переваривать его по кругу. А ведь на это обречен мастер, когда у него остается его роман, его возлюбленная, которая, помнишь, что ему говорит, «И ты не способен будешь меня прогнать». Да. Заметь, не не захочешь, а не способен будешь меня прогнать. То есть хуже этого момента, по сути дела, нет ничего. И мы с тобой здесь так плавно-плавно подходим к тому вопросу, а что вообще представляет из себя зло в романе, и какую роль он там играет, и как это зло выражается. Но об этом я тебе предлагаю поговорить уже немного в другом месте, которое лучше подходит для этого. Мы сегодня с тобой немного говорили о природе зла, а ведь это одна из ключевых тем романа. Она задается в самом же эпиграфе. Как он звучит? «И честь и силы, что вечно хочет зла, оно вечно совершает благо». Вот. И, кстати, говорят, что этот эпиграф перевел сам Булгаков. И смотри, ну вот лично для меня, когда я читала роман, было сразу понятно, что здесь что-то не так. Ведь кто эти слова произносит? «Дьявол, отец лжи». И для меня очевидно, что никакого добра зло не совершает. И Булгаков всем своим романам показывает, что действительно так оно и есть. Но он пытается нас запутать, и поэтому часто роман читает как такую апологию зла. И мы как будто бы сидим в зрительном зале театра Варьете и хлопаем вот этой вот буфанаде сатанинской, которая разворачивается на сцене. Да? Но смотри, если мы вчитаемся в текст, из которого взят этот эпиграф, я про Фауста Гёте, нам всё станет более-менее понятно. Потому что там же как? Там Фауст точно так же спрашивает Мефистофель, кто ж ты наконец? Мефистофель ему отвечает примерно то же самое, что «да, честь и силы, вечно хочет зла, но совершает лишь благое». Вот так там. И Фауст, он тут же считывает, он у него спрашивает, кудряво сказано, а проще, что такое? И Мефистофель тут распускает перья, он же любит покрасоваться. И вот он раскалывается. И что он говорит? «Я отрицаю всё, и в этом суть моя». И там такая фраза. «Затем лишь, чтобы с треском провалиться, годна вся эта чернь, что на земле живёт, не лучше бы ей уж вовсе не родиться». И вот тут он говорит. «Короче, всё, что злом ваш брат зовёт, стремление разрушать, дела и мысли злые, вот это всё моя стихия». То есть никакого добра вообще. И Фаусту становится всё понятно. Он говорит, «Так вот, в чём твоё высокое значение, великое разрушить ты не смог, тогда по мелочам ты начал разрушение». То есть, если мы внимательно вчитаемся в текст, откуда взят этот эпиграф, нам становится понятнее, что нам говорит Булгаков роман о природе зла. Тут ещё есть интересный момент. А интересный этот момент касается того, что дьявол – это же мастер иллюзии. Да. Заметьте, где выступает Волунд? Волунд выступает в Варьете. Волунд не раз говорит о деньгах, он же ведь даёт им эти все исчезающие червонцы. И помнишь же тоже его фразы о том, что обычные люди, люди как люди, они всегда любили деньги, неважно из чего они сделаны, из кожи, из металла, из бумаги. Обычные. Иногда милосердие стучится в их сердца, только квартирный вопрос их подпортил. И главный вопрос здесь, на самом деле, как мне это кажется, заключается именно в самих людях. Ведь дьявол, на самом деле, в конце становится той же самой иллюзией. Что он даёт мастеру и Маргарите? Иллюзию. Их подвал, в котором они остаются в вечном счастье – это иллюзия, которые забирают. Объединяются ли любовники? Нет. Мастер умирает у себя в больнице. Маргарита умирает в своём особняке. Они, да, оказываются в состоянии вечного покоя, но даже вся эта история для большей части людей становится скрыта. Помнишь же, ведь Иван бездомный, он чувствует, он понимает, что что-то происходит. Он выходит в лунную ночь, и ему в это время не спится, его мучают как будто кошмары. Но всё равно вся эта история у него пропадает из памяти. Так же, как пропадает из памяти любая практически иллюзия. И здесь один очень важный момент, на что акцентирует внимание, как мне кажется, булгаков. Есть вселенская природа зла. Эта вселенская природа зла выражена как раз в виде вот этой иллюзии. С той же самой, например, нехорошей квартирой, где тоже пропадают люди ещё до того момента, когда там все лица у Воланта пропадают. Они тоже по вполне понятным причинам и вполне понятно, куда их увозят. Как опять же люди начинают потом разыскивать этих иллюзионистов и гипнотизёров, и как они в своём этом оголтелом поиске на самом деле творят ещё худшие вещи. И вот на что по-хорошему обращает внимание булгаков. Главное, это не то, что ты бежишь за иллюзией. Главное, это не то, что ты пытаешься рассмотреть где-то какое-то большое зло. А знаешь, что я ещё хочу сказать? Смотри. Потому что, когда мы читаем роман, по сути, в существовании дьявола сомневаться не приходится. Да. И возникает такой вопрос. А почему же мир стоит, если он в руках Воланда и его компаний? А вопрос очень... Ответ на этот вопрос очень простой. Ну, как мне кажется. Что противостояние злу совершается вообще в сфере обычных человеческих отношений. Потому что помнишь эту сцену, где Воланд предлагает в комнате всё заткнуть тряпками? И бегемот ему такой из-под дивана. Да-да, тряпками, тряпками. Почему? Потому что в комнату прокралось милосердие. Маргарита после вот этого пресловутого бала, да, она ведь просит не за себя, она просит за убийцу Фриду. И ответ простой. Почему мир ещё стоит? Не потому что кто-то ходит в церковь, не потому что кто-то ставит свечку, да, а потому что кто-то продолжает жить по законам любви и добра, которые живут в сердце каждого из нас. По сути дела, да. Об этом ещё и у Гроссмана тоже очень классно было сказано в его романе жизни-судьба. Когда там, помнишь, есть такой персонаж иконник, в который в определенный момент говорит, добра в этом мире больше и не осталось, не может его быть при всём том зле, которое творится в этом мире. Добра не осталось как такового, а осталась доброта. И с добротой вот ничего в данном случае поделать нельзя. И это и есть то единственное, на чём стоит мир. Ну что же, я думаю, на этом наша прогулка подходит к концу. Ася, спасибо тебе огромное. Это было замечательно. Да, пожалуйста. А вы, ребят, пишите в комментариях, как вам такой формат. Как вам наша прогулка. Да, много тем, которые мы можем осветить в формате таких вот городских прогулок. Если у вас есть интересные вопросы, тоже напишите в комментариях, с удовольствием ответим и с удовольствием снимем новые видео. Ну а вам пока. Субтитры создавал DimaTorzok